МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа врачи на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – неалкогольная жировая болезнь печени или ожирение печени. Неалкогольная жировая болезнь печени – это патологическое изменение ткани печени из-за избыточного отложения жировых капель в клетках печени гепатоцитах. Такое состояние ещё называют жировой дистрофией. Согласно статистике, неалкогольная жировая болезнь печени встречается у 20-30% взрослого населения. В России, например, за последние 7 лет число пациентов с данной патологией выросло с 27 до 37%. Каковы причины данного заболевания? Что может его провоцировать? Чем может осложниться ожирение печени? Возможно ли вылечиться только с помощью диеты или необходимы современные подходы к лечению? Давайте узнаем об этом прямо сейчас у нашего эксперта. Юрий Германович Лейтис – врач-гастроэнтеролог, колопрактолог, эндоскопист Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Юрий Германович, здравствуйте. Мы сегодня с вами будем обсуждать тему ожирения печени или жировой дистрофии печени или, может быть, правильно теперь говорить, неалкогольная жировая болезнь печени. Просветите нас, пожалуйста, терминов за последние десятилетия было много. Ну, тяжело прокомментировать. Назвать это болезнью тоже тяжело, потому что болезнь от слова «боль», а в данном случае пациенты не испытывают никакой боли и никакого дискомфорта. А почему, кстати, печень не болит? Ну, потому что там нет болевых рецепторов. Раз печень не болит, значит, довольно сложно придумать специфические симптомы этой самой неалкогольной жировой болезни печени. По сути, это может быть случайной находкой при обследовании? Да, как правило, так и бывает. То есть, как правило, когда человек идёт и делает УЗИ, ему говорят, ну, у вас увеличены размеры печени, она большая, она неоднородная. Обратите на это внимание, да, и вам нужен хороший врач, непонятно какой специальности. Дальше люди как бы, ну, забывают, спокойно забывают про эту проблему. Хотя, как бы, эта проблема действительно, она грозная, и она сигнализирует о серьёзных перестройках в организме, о нарушениях обменных процессов. Понятно, что у пациента с высоким индексом массы тела мы, скорее всего, найдём жировую дистрофию печени или неалкогольную жировую болезнь печени. А бывает, что эти изменения мы можем обнаружить, например, у человека нормальной конституции, либо даже у человека пониженного питания? Да, конечно. То есть, такое тоже часто бывает, и это вызывает какое-то неудумение, да, сам человек худой, а печень у него имеет признаки жировой дистрофии. Но здесь, как правило, надо искать какие-то токсические воздействия на печень, которые чаще всего будут приводить к такой дистрофии, либо человек работает в каком-то производстве, например, с анилиновыми красителями или там какое-то производство, связанное с токсичными веществами, или человек злоупотребляет алкоголем. То есть, такое часто состояние приводит к жировой дистрофии. Скажите, пожалуйста, а имеет ли отношение к развитию жирового гепатоза такой гормон, как инсулин и восприятие его ткани? Непосредственное отношение, конечно. То есть, здесь связка печени и поджелудочные железы играют, конечно, очень большое значение. Ну, если мы говорим о обмене жиров и углеводов, то мы должны понимать, а зачем нам нужны вообще эти субстанции, что представляют из себя жиры и что такое углеводы. По сути дела, это энергетически заряженные продукты. Вот. Но надо понимать, что наш организм не получает постоянную энергию. Он ее получает дробно во время приемов пищи и должен запасать энергию для того, чтобы потом равномерно в течение дня распределять энергетические и удовлетворять свои энергетические потребности. И для этого как раз нам нужны аккумулирующие такие органы. И в первую очередь в роли такого аккумулятора выступает наша любимая печень. То есть она даже по форме похожа на аккумулятор. Коль уж мы с вами заговорили о жирах и углеводах, я предлагаю пройти к нашему столику, посмотреть на эти быстро усваиваемые углеводы и сказать, что все-таки плохо для нашей с вами печени. Ну, пройдемте. Итак, сегодня на нашем столе продукты, наверное, с которыми печень будет не очень хорошо дружить. Да, то есть мы должны разобраться в понятиях быстрых углеводов и медленных углеводов. Или по-другому они еще называются простые углеводы и сложные углеводы. Я все время пациентам с вами говорю, что углеводы, они как девушки, бывают простые, бывают сложные. Простые девушки и углеводы, они сами липнут. То есть все, что липнет к рукам, по сути дела, является простыми углеводами. То есть это углеводы, которые очень быстро всасываются и очень быстро повышают уровень глюкозы, сыворотки крови. Вот здесь, я так понимаю, в основном представлены простые углеводы, да? Здесь представлены и простые углеводы, и сложные. Например, картофель является сложным углеводом, но в данном случае здесь содержится большое количество крахмала, которое, по сути дела, тоже как бы является быстрым углеводом, в плане, что он расщепляется очень быстро до глюкозы и быстро повышает уровень глюкозы. Но ведь это тоже картофель. Ну, немножко по-другому сделанный, но там кое-что добавлено. Но ведь, по сути, там. Нет, здесь еще хуже. Ситуация обстоит, потому что там еще добавлены жиры, и причем жиры уже гидрогенизированные, то есть подвергшиеся тепловой обработке, и плюс еще большое количество соли. То есть это максимум, как бы, вреда, который может привести продукт к организму человека. То есть если говорить о здоровой печени, вот никаких, извините, вот таких вот картофель, которые мы очень любим использовать в качестве снеков, категорически нет, а картошка, наверное, дозирована. Дозирована можно, да, в каком-то печеном виде. В принципе, конечно, мы можем ее употреблять, и она будет обеспечивать в течение длительного времени наш организм необходимой энергии. Ну вот что липнет к рукам? Наверное, если бы я так провел, к моей руке прилипло бы вот это пирожное, однозначно. Однозначно, да. Это вот как раз то самое, что не сильно здорово. Это то самое, да. Ну а мороженое? То есть опять же речь идет о том, как мы расходуем эту энергию, если мы интенсивно работаем мышцами головой, понятно, что мороженое как бы принесет. То есть если ты пробежал 10 километров, а потом, чтобы охладиться, да, там, летом съел мороженое, это нормально? Ничего плохого. Если ты сидишь дома и постоянно таскаешь из морозилки по 10-15 порций. Абсолютно с вами согласен, да. Понятно. Хорошо, оставили. Это, ну, сахар кусковой, я правда не знаю, наверное, с учетом наличия пирожных и много чего другого интересного, чем можно себя побаловать, сейчас он не такой популярный, конечно, как 20 лет или 30 лет. Ну, здесь все очень просто. Сахароза – это дисахарид, который очень быстро расщепляется до глюкозы и быстро всасывается в пищеварительной системе и повышает уровень сахара до определенных цифр. Гораздо интереснее, вот не так куском, мне кажется, сахар есть, а купить какую-нибудь вот эту сладкую бурду, где сахар уже растворен. Вот чем она плоха? Ведь я очень любит и молодежь, между прочим. Да, конечно. Во-первых, там очень большое количество сахара. И второй вредный компонент – это углекислый газ, который усиливает резко всасывание, да. То есть, по сути дела, это такая энергетическая бомба. Но для печени это беда. Для печени это беда. А вот у нас здесь есть манка. Что мы скажем про нее? Манная крупа. Манка почему, как бы, мне не нравится лично? Потому что это зерно. Зерно, которое очень сильно раздроблено и, по сути дела, уже является рафинированным продуктом за счет того, что она подверглась, а, шлифовке, то есть удалена вся полностью оболочка, как бы, зерна. И размельченная практически в пыль. То есть, тоже такой продукт, который очень быстро всосется и очень быстро даст повышение уровня глюкозы. Мы поговорили о том, что плохо для печени. А давайте теперь вернемся за наш стол и покажем нашим телезрителям, как эта печень выглядит и что с ней происходит, если дела идут не очень. Юрий Германович, мы с вами подробно разобрали хорошие не очень углеводы, и как раз, конечно, в этом плане их метаболизм невозможен без действия гормона под названием инсулин. Да, согласен. И тут в дело вступает такой орган, как поджелудочная железа. То есть, когда человек употребляет углеводы, в его кровь поджелудочная железа выбрасывает определенное количество гормона инсулин. И чем быстрее, как бы, повышается уровень глюкозы в крови, тем больше уровень инсулина должна выбросить поджелудочная железа, чтобы глюкозу и вот этот энергетический материал поступил в клетки и ткани. И вот здесь, в данном случае, простые углеводы как раз показывают свое вот это злое лицо. То есть, в ответ на то, как человек принял определенную порцию простых углеводов, выбросилось большое количество инсулина. Инсулин быстро загнал глюкозу в клетки, и человек в ответ на это начинает испытывать чувство голода еще сильнее, чем оно было до того, как он принял простые углеводы. Надо добавить. Надо добавить, да. И повторяется вся та же история. И в конце концов, насыщенная углеводами клетка, которая уже кричит, все, хватит, мне уже некуда девать эту энергию, она начинает ставить блок. И инсулин перестает восприниматься клеткой как команда к поступлению глюкозы в клетку. И вот здесь уже выходит на первый план такое состояние, как инсулинорезистентность. Клетка невосприимчива к инсулину. Она не хочет больше глюкозы. Поэтому глюкоза остается внутри, в плазме крови, циркулирует и доставляет массу неприятных вещей. А дальше включается уже нарушение углеводно-жирового обмена. И вот эта глюкоза, которая осталась невостребованной, куда ее девать? Конечно, некуда. Ее надо тоже поместить в запас. И дальше включаются определенные биохимические механизмы, которые переводят глюкозу в жировую ткань. Она может распределяться в подкожной клетчатке, она может окутывать все внутренние органы, это уже называется висцеральный жир. И она может накапливаться внутри клеток и мышц, и печени. Везде, по сути дела. Печень заполнена энергией, но энергия есть, ее надо запасать. И вот эта энергия превращается в капли жира, которые заполняют клетки печени. Ну вот у нас с вами есть картинка, и мы видим печень, наверное, с левой стороны, которая всем понравится. Это печень здоровая, она и выглядит как-то так посимпатичнее. И вот такая ожиревшая печень. А, ну, собственно говоря, если функции-то не утрачены печени, ну, пускай она так непривлекательно выглядит. Или если она выглядит так, то функционировать она нормально уже не будет? Конечно, да. То есть жирная печень, которую видит узист и сообщает человеку, который себя нормально чувствует, что у нее жирная печень. Это как раз является первым звоночком к тому, что имеются очень серьезные проблемы, которые в дальнейшем приведут к системному воспалению, к нарушению свертывающей системы, отложению в сосудах избытков жиров и, в конце концов, закончатся, конечно, уже очень печально. Сдавать биохимический анализ крови? Конечно, можно сдать. Почему нет? АЛТ, АСТ. То есть это те ферменты, которые находятся в печеночных клетках, и при разрушении печеночной клетки они освобождаются и определяются в сыворотке крови, билирубин, холестерин, фракции холестерина. И, в принципе, уже будет примерно понятно состояние работающей печени. И плюс к этому, конечно, надо сделать УЗИ органов брюшной полости и посмотреть состояние печени и желчеводелительной системы. Из банального ультразакового исследования брюшной полости вырос такой интересный инновационный метод, который используется и в науке, и в практике, как фиброэластография. Давайте посмотрим сюжет на эту тему из Тюмени. Мы приехали в один из медицинских центров Тюмени, чтобы посмотреть, как и для чего проводится одно из инструментальных исследований тканей печени – эластометрия. Этот метод был предложен исследователями из Хьюстона в 1991 году и сегодня активно используется во всех странах мира. Это современный метод определения эластичности печени в зависимости от степени выраженности при различных заболеваниях и состояниях. Проводится эластометрия печени пациентам обязательно на голодный желудок, то есть 6-8 часов голодного периода. Проводится в положении лёжа на спине, точно так же, как УЗИ брюшной полости. Эластометрию применяют при всех заболеваниях печени с возможными фиброзными изменениями, в том числе и при неалкогольном жировом гипотозе. При исследовании определяется скорость прохождения звуковых волн через печёночные клетки. Чем быстрее проходят волны, тем сильнее выражен фиброз. Результаты эластометрии мы получаем в количественном результате, то есть цифрах, и сопоставляем их с стадиями по метавир, то есть международной классификации фиброзных изменений в печени. Всего существует 4 стадии в зависимости от степени выраженности фиброзных изменений. Метод измеряет плотность паренхимы печени в килопаскалях. Если показатель не превышает 5,8, то ваша печень здорова. Если больше 12, то ваша печень сильно поражена и находится под угрозой. Преимущество эластометрии в том, что это не инвазивный метод диагностики, то есть мы не прокалываем кожу, не повреждаем внутренние органы. Это безболезненное исследование. По рекомендации лечащего врача исследование может проводиться так часто, как этого требует наблюдение за состоянием заболевания. Такое исследование также необходимо проводить при невозможности поставить точный диагноз с помощью биохимического анализа крови для назначения адекватной терапии, а также при подозрении на генетические патологии печени. Юрий Германович, скажите, пожалуйста, всем ли пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени или подозрением на неё надо проходить вот именно такой метод диагностики? Я думаю, что нет необходимости в такой точной диагностике. Здесь речь идёт о спорных случаях, когда невозможно на основании биохимических анализов, ультразвукового обычного анализа поставить точный диагноз. Данная методика является уточняющей. Может быть, и очень хорошо было бы её использовать для динамического наблюдения, то есть для сравнения, потому что этот метод, он имеет цифровую маркировку. И мы именно по измерению плотности печени можем судить о динамике, то есть это положительная динамика или отрицательная динамика в состоянии пациента. От диагностики давайте перейдём к лечению. Диалкогольная жировая болезнь печени очень часто ассоциирована с избыточной массой тела, а иногда с чрезвычайно избыточной массой тела. И здесь на помощь к нам приходят уже не таблетки, а определённые технологии. Расскажите о них, пожалуйста. Когда исчерпан весь ресурс, и мы не можем помочь пациенту, и, как правило, к нам пациент уже приходит в крайне запущенной ситуации, и других путей у нас нет, только как бы оказывать ему бариатрические методики. И одной из таких вот малоинвазивных бариатрических методик служит, конечно, установка внутрижелудочных баллонов для того, чтобы ограничить поступление энергетических веществ в организм. Давайте покажем. Вы любезно предоставили видеофрагменты, и вы тогда прокомментируете, что, собственно говоря, происходит на экране. Установка баллона, она осуществляется, как правило, с использованием эндоскопии. В пациент в сознании? В пациент в сознании, да. Как при гастроскопии? Да. Внутрижелудочный баллон свернут в тоненькую трубочку, дальше баллон заводится, и вот мы видим вот эту как раз направляющую трубочку через пищевод направляется в желудок. В данном видео мы видим, как баллон, после того, как мы его установили правильно, его позиционировали в желудке, наполняется жидкостью. Баллон устанавливается на полгода, а как его потом излечь? Ну, тут существуют некоторые тонкости такие, да. Для того, чтобы излечь такой баллон, его надо опустошить. Вот здесь показана игла, которая как раз протыкает баллон, и дальше через трубочку вот эту тоненькую содержимое баллона откачивается. И он превращается в такой спавшийся лопушок, который потом в дальнейшем захватывается уже специальным захватывающим инструментом, как здесь показано, и потихонечку, потихонечку он извлекается из желудка пациента. Тоже эндоскопический? Тоже эндоскопический, да. Но баллон тоже, по сути дела, является вспомогательным средством. Если пациент не соблюдает наши рекомендации и будет запивать этот баллон газированной водой, например, да, с алкоголем, или употреблять какие-то, опять же, быстрые углеводы, которые, в принципе, небольшой объем занимают, то понятно, что никакого эффекта от установки баллона не будет. В нашей клинике сейчас установка баллона производится тем людям, которым мы не можем помочь другими неинвазивными методиками. И, как правило, речь идет о людях с морбидным ожирением, у которых индекс массы тела превышает 35. То есть это люди от 150 и выше килограмм. Как правило, баллон мы ставим для того, чтобы подготовить человека к бариатрической операции. И вот в данном случае баллон очень хорошо работает. И вот у нас в студии как раз, Юрий Германович, ваш пациент, который вынужден был прибегнуть к такой технологии медицинской. И давайте пригласим его к нам и выясним, насколько успешно все получилось осуществить. Юрий, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Прошу вас, присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, вот избыток веса вас сопровождал всю свою жизнь, сколько вы себя помните, или был какой-то резкий набор веса в какой-то период? Он не всю жизнь, и не резкий. Набор веса был постепенный, в течение 10-15 лет. С какого времени, сколько вам было лет, когда вы начали набирать так вот ощутимо? Ну, с 30-32 лет вес уже был лишний, избыточный. До этого я был не толстый, даже, можно сказать, худой. Сколько вам сейчас лет? 45. 45. То есть получается, что это произошло за последние 15, примерно, чуть, может быть, меньше лет. Скажите, пожалуйста, а вы с чем-то сами стали связывать вот такой набор веса, изменение образа жизни, режима питания? Вот расскажите, пожалуйста. Я занимался спортом интенсивно, занимался футболом. Футболом. Да. Потом завязался этим делом, вот, и тренировался просто для себя по выходным, субботу, воскресенье, и веса еще держался нормально, вот, потом начал пропускать все эти тренировки, плюс сел за руль и в кабинет, и все, и вес поехал. В 2012 году я еще бросил курить, вот, и пошло дело веселее. Какой у вас сейчас вес? Ну, сейчас, наверное, килограмма 202-203. Я, наверное, попрошу Юрия Германовича прокомментировать эту ситуацию, и вроде человек-спортсмен, футболом занимался, ну, все-таки, достаточно долго. Опять-таки, отказ от курения. Мы очень часто в наших программах говорим, бросайте курить, бросайте курить, а вот посмотрят наши телезрители, скажут, ну вот, пожалуйста, посмотрите. Человек бросил курить и начал прибавлять вес. Все-таки, давайте вот обсудим, почему так произошло именно у Юрия. История Юрия, она такая, довольно-таки часто встречаюсь. Обычно бывшие спортсмены, они больше, как бы, привыкли питаться интенсивно, использовать большое количество быстрых углеводов для того, чтобы быстро восстановиться. И в данном случае, как раз смена режима вот этого спортивного на неспортивный сыграл, как бы, злую шутку. То есть человек привык питаться в спортивном режиме, а переходит на малоподвижный образ жизни. И вот здесь запускается вот этот механизм. Юрий, я, насколько знаю, буквально несколько дней назад, пять, вам как раз был установлен баллон. Да. Да? Юрий Георгиевич очень подробно рассказывал о том, как это делается. А я хочу спросить вас именно не со стороны врача, а со стороны пациента. Как вы перенесли эту процедуру? Ну, перенес. Просто лег, мне вставили сначала баллон-силикон, потом вот эту трубку, которая на камеру изображения выводит. Неприятно, да, понятно. Но самые неприятные, как бы, моменты начинаются, конечно, я так понимаю, что на следующий день. Да, а потом, ну, организм понимает, что что-то там не то и начинает бороться с этим баллоном. А как он борется с ним? Ну, тошнит, все время мытит. А прием пищи? Не мешает эта тошнота приема пищи? Вы знаете, вот пять дней назад мне, честно говоря, до сих пор не хочется есть. Я, нет, принимал пищу, доктор сказал, там, первые дни куриный бульон. За пять дней я выпил, наверное, литра-полтора этого бульона и все. И съел два яйца. То есть объемы пищи, съеденные резко уменьшаются. Даже получается за счет вот этого такого негативного момента, из-за того, что организм чувствует что-то чужеродное внутри себя. Конечно, да. А можно сказать, что в перспективе все-таки организм адаптируется, и вот эта тошнота, именно связанная с инородным телом, она уменьшится, вот по вашему опыту. А, уже? Уже практически. Вы сейчас не ощущаете никакого дискомфорта? Ну, иногда вот эти спазмы, то есть если они будут каждые десять минут, то есть сейчас там раз в час, раз в полтора часа. Я за пять дней, вот именно, ну, я понимаю, что это не жир, а это ушла жидкость, скинул порядка 8 килограмм. За пять дней 8 килограмм, это серьезно? Да. Ну, мы планируем, конечно, снизить где-то процентов на 10, да, то есть 20-30 килограмм снизить массу тела. То есть приблизиться где-то к 190, может быть, даже 180. 180, да. То есть в такой ситуации, конечно, бариатрические хирурги уже могут, как бы, помочь пациенту. Но представить головой, что такое 30 килограмм жира, это, по сути дела, три ведра, которые здесь, да, в студии присутствовали бы, если бы мы хотели наглядно показать. То есть это объем очень серьезный. И уже, как бы, понятно, что 210 килограмм и 180 килограмм, кажется, разница небольшая, но для пациента это будет значительное, конечно, облегчение. И, опять же, обращаясь к печени, да, вот здесь мы понимаем, какую работу будет выполнять в данном случае печень, которая за полгода должна переработать вот это количество жира и запустить их в сторону уменьшения веса. Вот здесь, конечно, нагрузка на печень будет колоссальная. Юрий Георгиевич, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ про ожирение печени, алкогольную жировую болезнь печени. Я думаю, мы действительно извлекли много полезного и интересного из этой беседы и много ценных и важных советов, так называемых модным словом лайфхаки. Спасибо вам огромное за эту программу. Юрий, огромное спасибо вам, что вы согласились прийти. Действительно, далеко не каждый, наверное, согласится и предстать и показать свои проблемы, что называется, во весь рост. Вы это сделали и я очень хочу, чтобы ваш пример был именно мотивирующим для наших телезрителей, которых, наверное, немало. Те, кто нас смотрит и страдает подобной проблемой. Мы снимаем нашу программу для того, чтобы те, кто нас смотрит, те, кто приходят к нам в студию, чувствовали себя абсолютно по-другому. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. Новый год Субтитры подогнал «Симон»